МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция им не указ. Во втором доме по проспекту строителей продолжают продавать палёный алкоголь. Когда закончатся мучения местных жителей, расскажет Алексей Дудин. Квартирная аферистка, мошенница, обманула 26 владимирцев. Уголовное дело передано в суд. Подробности вам расскажу я, Ирина Начарова. На дачу как на войну. Живут в полкилометре от города, а свой урожай вынести не могут. Почему, расскажу я, Алексей Соков. Чиновники отобрали сараи у людей, которые пользовались ими более 40 лет. И подарили их жителям совсем другого дома. Зачем они это сделали, выяснял Евгений Локтёнов. В эфире новости 24 на 6-м канале. Студия Анастасия Кузина. Здравствуйте. Незаконная торговля паленым спиртом продолжается. Точку, в которой нелегально торгуют водкой сомнительного качества, так и не закрыли. Мы рассказывали об этой бойкой торговли еще в понедельник. Более того, бутылку приобретенного продукта даже увезли в полицию. И адрес предоставили. А в доме по проспекту строителей как торговали пойлом, так и торгуют. И желающих купить за 40 рублей литр паленой водки хоть отбавляй. На очередную контрольную закупку отправился Алексей Дудин. Торговля как велась, так и ведется. Разве что чуть осторожнее стали продавцы, рассказали нам местные жители. Сегодня мы лично убедились, что в течение получаса в этот подъезд зашло и вышло порядка двух десятков граждан. По всему было видно – постоянные покупатели. Мы опять решили сделать контрольную закупку. Не прошло и трех минут, и мы убеждаемся – продажа дешевого алкоголя продолжается. И вновь контрольная закупка проведена успешно. А это значит, нелегальный бизнес по продаже алкоголя с сомнительного качества продолжает работать. Алкоголь этот, судя по одному только запаху, небезопасен для здоровья. Однако спрос на него велик. Продают. Чё продают? Водку продают. И много народу приходит? Целый баракок нашел в дом, все пьяные, все булжи. Но продавцы быстро почуяли опасность и свернули лавочку. А вот на улице появилась и продавщица. Видимо, вышло предупредить местных товарищей, пока не заходить. Или же наоборот, здесь действует услуга с доставкой в указанное место. Пытаемся разобраться. А вы в что квартире живёте? Я не живу там. А что вы там делаете? Я в гости прихожу. А, в гости приходите каждый день? Каждый день прихожу. Какие гостеприимные хозяева? Да. С собакой гулять хожу. Ага. Покушать приготовлю. Помогу по уборке. Нелегальным бизнесом никаким не занимается? Алифтина Васильевна вспоминает, торгуют здесь алкоголем уже лет 15. Сначала распространяли самогон, теперь вот палёную лодку. И до сих пор полицейские не могут прикрыть нелегальный бизнес. Много очень помело народу. 120 минимум. В нашем доме так сколько они уже от этого спирта померло. Они приезжают в конце месяца, стоят здесь час-полтора, выходят, алкоголиков ловят, протокол выписывают и уезжают. А сюда даже не заходят. У главного учредителя торговой точки и машина недешёвая, да и на курорты она ездит далеко не раз в год. Местные жители говорят, что та самая квартира вообще напоминает целый офис. Вторая сторона всё отрицает. И за дня в день при встрече между ними постоянно происходят скандалы. Она не пьёт. А по вашей милости вы её начали поить. Мы её начали поить. Чем я её пою? У меня сейчас нет пьющих детей. Чем я её пою? От моей матери отойдёт. Люба, не на тебя взяли. Кто здесь у неё алкаши? Ну-ка скажи, а? Я сейчас вызову милицию. Ты чё алкаши? Давай, выходи. Сейчас вызову милицию. Ну дай бог ещё. Сама только освободилась. Сонный жёлт. С нами же Елена не скандалила. А в откровенном разговоре призналась. Как можно купить литр водки, если он стоит в магазине? Пол-литр стоит почти 200 рублей. У вас литр почти стоит 40 рублей. Понятно, что это всё что-то левое. И народу мне что-то реально нравится. Я бы любила сама. Пьёт, да ещё и продаёт. В прошлый раз, когда мы пригласили на место оперативников, им не удалось провести контрольную закупку. Сегодня, наконец-то, купили. На собственника квартиры Ларису Гурееву составили протокол об административном правонарушении. Но хватит ли этих доказательств, чтобы прикрыть торговую точку? Перед адрес будет взят под контроль. Спирт, содержащий продукт, там больше продаваться не будет. Соответственно, будем проводить дальнейшие мероприятия. Изъятная жидкость, спирт, содержащая будет направлена для проведения исследований. Если эксперты обнаружат в жидкости вредные и опасные для организма вещества, то штрафом продавцы и хозяева торговой точки не отделаются. По закону им будет грозить уже уголовное преследование. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Требуется помощь. Дождливый сентябрь продолжает приносить свои плоды. Пришло время собирать и вывозить урожаи. Дороги размыты. Где-то их вообще нет. Крупным сельхозпроизводителям помогает областная власть. А вот дачникам приходится справляться своими силами. О том, как с подготовкой зимних припасов обстоят дела в поселке Полянка, близ областного центра, расскажет Алексей Соков. Дачник из Полянки преодолевает этот путь пешком. На машине сюда не проехать. В итоге, все, что выращено, честным трудом приходится нести на себе. Вот под таком бездорожье целый километр. Зинаида Павловна на свой дачный участок ходит каждый день. Утром встает с дилеммой. Какой дорогой пройти? Все возможные пути, ведущие к поселку Полянка, разбиты. И все это в двух минутах езды от Владимира. Трассу М7 видно из дома. Но мало пройти, а как запасы на зиму вывести. Да и год оказался на редкость урожайным. Вот картошка, вот морковь, вот яблоки. Вот лук, вот чеснок, вот свекла. Все есть. Вот кабачки. Одного нет радости, нет дороги. Дороги нет и не было никогда. Даже после того, как Полянка стала частью Владимира. Дачники, а потом и те, кто приобрели здесь коттеджи, дорогу прокладывали сами, через поле. Участок получала, рассказывает Зинаида Павловна, в 93-м от завода. Вот как было все в те времена, так ничего и не изменилось. Ни свету, ни газу, ни воды. Остальное все своим трудом. Вот с крыши течет вода. Вот этой емкость наливаем. Бочки наливаем. Вот все емкость, все тары затарим, вот поливаем этим. Пенсионерка сетует. Если бы не дождливый сентябрь, то справились бы как-нибудь. Хорошо урожай успела собрать. Областным сельхозпроизводителям всем миром помогают. И картошку выкапывают, где трактор не проедет. И овощи собирают. А кто поможет бедной пенсионерке, неизвестно. А как же ехать? А вот как мне картошку-то вывезти? Вот вы видели, урожай собрала. И чего я с ним буду делать? А уже вон в бочке-то ледок стал. Уже лед. А нам вывезти как? Так, пойду к Сахару просить трактор. Сергей Владимирович в эфире нашего телеканала. Трактор хоть и не пообещал, но о благоустройстве Полянки позаботится. По дороге абсолютно согласен. То, что касается жителей поселка Полянка. Более тысячи участков муниципальных в том числе в этой зоне. А дорогой будем заниматься. Тем более, что в этом районе получили долгожданные земельные участки многодетной семьи. А пока Зинаиде Павловне самой приходится носить свой урожай с участка порциями. А то может изгнить. Но пенсионерка не унывает. Девиз по жизни помогает ей справиться с трудностями. Живи, не ленись и работай, не ленись. Алексей Соков, Иван Людков, Шестой канал. Жители Владимира стали жертвами одной аферистки. Девушка совсем недорого сдавала квартиры в разных районах города. Люди отдавали ей деньги, но в квартиру въехать не могли. Мы следили за этой историей с мая, после выхода в эфир нашего материала. Полиция возбудила уголовное дело. Несколько месяцев шло следствие. Буквально на днях правоохранительные органы передали уголовное дело в суд. Подробности криминальной истории у Ирины Начаровой. Арендная плата за однокомнатную квартиру в 8 тысяч рублей была настолько привлекательной, что люди легко попадались в сети мошенниц. Всего по уголовному делу проходили 26 пострадавших. Осторожно, хозяйка не заселяет. Весной этого года эта тема на одном из Владимирских форумов собрала рекордное количество отзывов. Обманутые арендаторы делились своими печальными историями. Риэлтор Алена Хохлова давала объявление в интернете о том, что сдаёт вот эту квартиру номер 47 на Балакирево 51. Мошенница брала предоплату или полную сумму за месяц и исчезала. Кстати, к самой квартире риэлтор не имела никакого отношения. Она сама арендовала её у переехавшего в Москву владельца. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемой к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хохлова сдавала не только квартиру на Балакирево. В уголовном деле фигурируют и другие адреса. Не менялась только схема афёры. После того, как арендаторы вручали риэлтору деньги, они не могли попасть в сданное им жильё. Ключи не подходили к замку. Одна из потерпевших, Виктория, видела потом у следователя целый мешок ключей, которые Алена вручала ничего не подозревающим людям. Весной девушке срочно требовалось снять комнату. Риэлтору Алене она отдала 4000 рублей. Она собиралась возвращать деньги. В общем-то, когда приходили к следователю, говорили, что до суда она должна вернуть деньги. Но никому, никому она ничего не вернула. По крайней мере, с теми людьми, с которыми мы общаемся сейчас. Пока шло следствие, Виктория подружилась с другими пострадавшими. И за это она даже благодарна мошеннице. Лицом к лицу они встретятся уже в суде. Я приду на суд обязательно. И даже если кто-то не захочет, из тех людей, с которыми я общаюсь, прийти, я их сама притащу. Обязательно на суде будем. Мария с новорождённым малышом и мужем, благодаря Хохловой, практически остались на улице. Она сдала им квартиру на Егорово 9. Но переезд несколько раз отменялся. Семье чудом удалось вернуть свои 9 тысяч рублей. Другие потерпевшие ждут решения суда. Нам удалось связаться с Аленой Хохловой. Она обещает расплатиться со всеми обманутыми ею людьми. Я сейчас беру кредит. У меня не было прописки. Именно поэтому я не могла взять деньги, чтобы отдать пострадавшим. На данном этапе я этим как раз и занимаюсь. То есть остальное уже всё. Я буду с ними связываться лично и выяснять все вопросы лично. То же самое ещё летом на суде Хохлова обещала трём пострадавшим. За мошенничество она уже получила два года условно. Дело рассматривали в особом порядке. Хохлова полностью признала свою вину и раскаялась. Предстоящий процесс в том же Ленинском районном суде обещает быть более масштабным. История обмана поведают ещё 23 пострадавших. Ирина Начарова, Иван Людков, Шестой канал. Причудами жевания жители трёх многоэтажек оказались втянуты в многолетний конфликт. А всё дело в том, что сараи, которыми жители двух хрущёвок пользовались полвека, вдруг включили в земельный участок новостройки. И теперь одни жители пользуются сараями, а другие платят за них земельный налог. Как так получилось, выяснял Евгений Локсёнов. Эти хрущёвки в Стрелецком городке стоят уже более полувека. С 1958 года. Каждому новосёлу тогда вручались ключи от персонального сарая. И вот полвека спустя жители хрущёвок с удивлением узнали, что земля под сараями больше не относится к их дому. В результате межевания этот участок передали находящиеся по соседству новостройки. Люди всю жизнь им пользовались, а теперь оказалось, что они введены другого дома, на территории другого дома, и у него другие хозяева. Жители хрущёвок своими сараями пользуются и по сей день. Но теперь уже на нелегальных основаниях. Ведь с точки зрения закона, жильцы новостройки дома номер 57 могли бы не только отгородить их, но и вообще снести. К слову, помимо сараев к их домовладению без согласования присоединили громадный участок, почти в гектар. На нём и коммуникации, и полуразрушенные муниципальные здания. Нашему дому была присоединена территория, которая сейчас составляет 6000 квадратных метров. Она простирается от начала девятиэтажной секции дома до вот этих труб. Что делать с этим богатством, за которое приходится платить земельный налог, жители новостройки до сих пор не знают. Неудивительно, что эта территория с каждым годом становится всё бесхознее. А её закоулки давно превратились в наркоманские притоны. Здесь у нас появился наркопритон. И все, кто занимается наркотиками, знают об этом. Здесь собираются, ну, наверное, человек по 20-30, да, то есть это молодёжь со всего города, и всё это открыто и публично. Требования жильцов всех трёх домов, собственно, похожи. Мы хотим свои сараи опять сделать своими. То есть кто их от нас забрал, непонятно. И кто перенёс их по другому адресу. Муниципалитет в первую очередь должен решить проблему, нашу проблему, нового межевания земельных участков за счёт бюджетных средств. Увы, но в мэрии нам пояснили, никакого нового межевания за бюджетный счёт не будет. Земля эта была федеральной, межевали её по заказу военных. И повлиять на границу участков муниципалитет не в силах. Ну а судьба сараев решена, пояснили нам в мэрии. Согласно новому проекту планировки, они пойдут под снос. Вместо сараев здесь будет зелёная зона и спортивная игровая площадка. Евгений Локтионов, Артём Горчаков, Шестой канал. Особое внимание ветеранам. Сегодня в военный госпиталь, который находится в деревне Пенкино, пожаловали высокие гости. Чиновники и общественники посмотрели, в каких условиях оздоравливают участников боевых действий. А заодно подумали, как сделать заведение более доступным для пациентов. Тему продолжит Юлия Кузнецова. Вот жемчужная ванна, здесь насос, специальная решётка и вода с пузыриками с мелкими. С виду и не скажешь, что это просто больница. Больниологический комплекс в Пенкинском госпитале ветеранов войн на зависть многим здравницам. Но и попасть сюда простой смертный не может. Только инвалиды, участники боевых действий или их родственники. Кроме стандартного лечения, здесь практикуют и восстановительные процедуры. Здесь поддерживается определённая температура, чтобы соль всегда была сухая. Цель-то, результаты потом. Хорошие, конечно, там бронхитики, астматики. На удивление, в этом медучреждении даже нет вакантных мест. Штат врачей укомплектован. Одна проблема – добираться до работы не на чем. От трассы до больницы далеко, пешком не находишься. Транспорт у нас изношенный. Буквально вчера сломалась газель. Нам нужен автобус, но автобус непростой. Автобус хороший, бензиновый, переднеприводный. Потому что вот в эту гору зимой заднеприводным въехать невозможно. Ещё одна проблема – нехватка коек. Их на всю больницу 70, а надо бы в два раза больше. Тем более, рядом хорошие здания пустуют. А необходимо развивать отделение реабилитации больных, например, после инсульта. Да и из пациентов сюда очередь. Задача, которую президент перед нами ставит перед системой здравоохранения и перед здравоохранением Владимирской области – это развитие реабилитационных коек. Мы планируем, так сказать, мы планируем здесь увеличение коечности, учитывая там такую очень большую потребность в реабилитации. Впрочем, есть и более мелкие недочёты, которые ветеранам боевых действий тоже доставляют немало хлопот. Вот эти матрасы какой. Вот пружины. Ну ладно, менять надо. Спать неудобно, да? В остальном, отмечают пациента, это, пожалуй, лучшая больница в области. И если она будет дальше развиваться, очередь из желающих поправить здесь здоровье будет только расти. Юлия Кузнецова и Артём Горчаков. Шестой канал. Учителя отмечают свой профессиональный праздник. И сегодня у нас в студии гости. Тамара Александровна Кизимова, учитель русского языка и литературы школы номер 19. Почётный работник народного образования, победитель национального проекта образования, лучший учитель России. Здравствуйте, Тамара Александровна. Думаю, не все ваши регалии даже перечислила. Добрый день, студия. Добрый день, любимый город Владимир. Дорогие коллеги, мэтры земли Владимирской, которые ежедневно трудятся на благо своей родной земли. В преддверии праздника хочется всем пожелать любви обилия, поисков творческих удач, чтобы всё складывалось благополучно. Когда для учителя профессия – это воздух, которым ты дышишь, поэтому невозможно говорить, невозможно и не говорить о том, что волнует нас в первую очередь учителей. Ну вот что волнует, да, пусть даже у нас такой праздничный сегодня с вами диалог, но тем не менее, в последнее время в школах очень много всяких нововведений, да, и школьная форма, которая появляется, да, и становится почти уже обязательной. Интерактивные доски планируют через несколько лет отказаться от учебников и перевести их все в электронные носители, и дети будут в школу с планшетами ходить. Вот учителям сложно в этом современном мире перестраиваться на вот эти новые формы работы с детьми, и как вы к этому относитесь? В нашем новом федеральном государственном образовательном стандарте есть и такая часть, где определяется педагогический стандарт педагога. Поэтому мы вынуждены и с охотой прислушиваемся к тому, что происходит, так как мы обязаны выполнять тот закон, который предусмотрен Российской Федерацией, Министерством образования. Нововведения нас, конечно, не пугают, потому что так сложилось, наверное, судьбой, что учитель – это не просто профессия, а учитель – это то, что определяет твою жизнь. Движение – это жизнь, и мы всегда стремимся вперед. Учителя осваивают успешно и новый вид аттестации. Проходят очень блестяще и осваивают новые ресурсы информационные, проходят квалификацию. И все вот то, что новое, мне кажется, еще больше подстегивает учителей на какие-то новые открытия, на то, чтобы мы стремились к новым достижениям. И на днях в программе «Время» было открытое заседание президента Российской Федерации, представителей культуры, где прозвучало, что следующий год будет годом культуры, а в целях улучшения культурного уровня граждан нашей страны было предложено ввести в качестве обязательного экзамена такие предметы, как литература и история. Конечно же, мы немножко поволновались, пошумели, но поняли, что на нас возлагается такая большая задача. И мы, конечно же, будем осваивать новые образовательные стандарты, и те новые задачи, которые ставит перед нами правительство. Вчера прошло торжественное мероприятие, и дипломами наградили, и денег вроде как подарили. Есть диалог с властью? Слышат ли вас, в частности, в городе Владимире? Вы знаете, власти, конечно, безусловно, заботятся о нас и о нашей заработной плате, и постоянно ищут какие-то пути поощрения учителя, потому что в настоящее время ведь доход от педагогической деятельности не складывается только из оклада. Если у тебя высшая квалификационная категория, это плюс. Если у тебя послужной список большой, и там есть награды, это тоже плюс. Если ты участник нацпроекта, то ты получил грант в размере 200 тысяч рублей. И в последнее время, когда на День знаний посетил Владимирскую землю Дмитрий Медведев, он даже обещал, что будет увеличен объем вот этих размеров, этого поощрения, чтобы большее количество учителей могло принимать участие в этом. В целом у нас благоприятная обстановка, и владимирские школьники показывают результаты высшей средней по России, чем мы гордимся. И достижения наших детей, хорошие свои знания подтверждают поступлением в вузы не только владимирские, но и в вузы московские, столичные. И поэтому мы гордимся своими учениками, любим свою работу, и, конечно же, мы благодарны всем, кто о нас не забывает. Еще раз вас и всех учителей поздравляю с праздником. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был учитель русского языка и литературы 19-й школы Кизимова Тамара Александровна. Еще о интересных и не менее важных событиях дня коротко в нашем обзоре. Третьего сдала в детдом, а за двумя не уследила. Прокуратура завершила проверку по факту гибели двух девочек, которые угорели в одной из квартир Коврова. Напомним, в середине лета в районном центре произошла трагедия. Две девочки, двух и пяти лет, оставленные без присмотра матери, погибли, надышавшись дымом от возникшего в квартире пожара. Пока дети были в огне, женщина в это время находилась у одного из своих клиентов. Занималась она проституцией. По результатам проверки выяснилось, что горе-мать отдала свою третью дочь, зачатую, как и две другие вне брака, в детский дом. Как отмечает прокуратура, давать согласие без выяснения сложной жизненной ситуации матери-одиночки опека не имела права. За ненадлежащее исполнение обязанностей по организации работы по профилактике семейного неблагополучия к ответственности привлечены заводделом опеки и попечительства Коврова, заведующий детским садом, а также ряд сотрудников органов внутренних дел. Не отдала долг дочери. В Гусьхрустальном районе женщину за неуплату алиментов посадили в тюрьму. Несколько лет судебные приставы боролись с горе-матерью. За это время злостная неплательщица накопила долг в 210 тысяч рублей. Женщина нигде не работала и ценного имущества не имела. Тогда приставам ничего не оставалось, как пойти на крайние меры – лишение свободы. Теперь женщина ближайшие пять месяцев своей жизни проведет в колонии-поселении. Бомбы не было. Накануне в Ковровский отдел внутренних дел позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенном взрывном устройстве в аквапарке. Несмотря на то, что в городе Коврове аквапарков нет, личный состав, тем не менее, был приведен в готовность на случай подтверждения информации о запланированном теракте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установили. Свой поступок мужчина объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вирус на подходе. Роспотребнадзор сообщил, что во Владимирскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа. Первыми прививки получат дети. Всего вакцинировать планируется 240 тысяч человек. Медики призывают всех жителей региона, кто имеет такую возможность сделать прививки от гриппа. В этом году вероятность эпидемии высока. Но какие новости обсуждали сегодня пользователи Твиттера, знает Иван Лютков, его обозреватель. Твиакоунт радиостанции Коммерсант ФМ сообщил, что Министерство здравоохранения России продолжит платить по миллиону рублей молодым врачам в селах. Максим Ефимов рассказал, завтра он будет присутствовать в Москве на старте эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 в России. Кстати, совсем скоро Олимпийский огонь побывает и в нашем городе. Алексей Владимирский написал в микроблоге, что сегодня отнес в школу букет, сумма которого составляет 500 рублей. Алексей сообщил, что учителя теперь, не стесняясь, сами называют цены на подарки. Вот такой вот канун Дня Учителя. Пользователь Твиттера Максим сообщил о том, что нашел сегодня в Альпенгольдовской шоколадке кусочек пластмассы размером в полтора сантиметра. Вот тебе и покупай Владимирское. А вот Константин Белов поинтересовался у своих читателей, правда ли, что в одном из супермаркетов города стали брать деньги за тележки. На что получил ответ от пользователя Твиттера Алексея, который сообщил, что это что-то типа залога. При возвращении тележки тебе возвращают 10 рублей. А сделано это для того, чтобы покупатели возвращали тележки на место. Они кидали возле машин на парковке, что в принципе очень даже правильно. На этом у меня все. Вам приятных выходных. Не забывайте читать нас в Твиттере. На сегодня это вся информация. Давайте делать новости вместе. Пишите нам на сайт 6tv.ru и звоните по телефону 366666. Ну а я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!